Всем привет! Наверное, вам уже надоели в кавычках гайды, названные FPS до небес, поднимаем производительность системы и подобные, в которых автор предлагает вам скачать Ruser Game Booster, обновить драйверы, поставить Windows в режим высокой производительности и вбить в параметры запуска разные значения, которые он сам скопировал с рандомной статьи и сам не понимает, что они делают. Я такой ахинеи нести не буду. Я считаю, чтобы нормально играть в нормальную игру, следует только купить нормальный компьютер и правильно её настроить, чем мы сегодня и займёмся. Но я вам обещаю, вы из этого видео узнаете очень много интересного, ну и постараюсь занять его с минимум времени. Всё по полочкам и быстро. Что делает определённый параметр, как влияет на FPS и нужен ли он вообще? А вот то, что правда очень нужно, так это поддержка и конструктивная критика вот этому каналу. Парень только начал и пробует себя в разных направлениях видео. Тут вам и обычное выживание, и гайд, и кавер при помощи внутриигровых звуков. Да, там можно найти даже такое. Ему очень не помешает, если вы посмотрите его видео и напишите, что понравилось, а что нет. Ну и дальше уж сами решайте, лайкать, подписываться или нет. Всем тем, кто хоть как-то поддержит парня, лично от меня большой респект. Перед тем, как рассказывать о настройках, хотелось бы познакомить вас с датчиками слева сверху. Что мы здесь имеем? Строчка GPU, показывает температуру и загрузку моей видеокарты. CPU1, температура ядра процессора. А ниже, загрузка этого самого процессора. Далее, загрузка оперативной памяти. Причём, можете смело отнимать от этого значения 2 гигабайта, который уходит на запись и локальный сервер. Ещё ниже, всем вам так надоевшая частота кадров. А также, время каждого кадра. Время кадра может показывать микрофризы. Чем меньше время кадра, тем плавнее картинка. Для тех, кому интересно, программа для мониторинга называется RivaTuner Statistic Service. А полную конфигурацию моего ПК можете посмотреть в группе. Всех туда приглашаю, постараюсь поддерживать там актив. Вернёмся к игре. Естественно, снизу слева я включил и внутриигровой мониторинг кадров. Там он слегка более заметен. Первым делом, отключаем ограничение FPS. Я это делаю только для наглядности. Вам же рекомендую обязательно ограничивать FPS хотя бы до 100. Чтобы в меню ваш процессор не охеревал от 3000 запросов на просчёт кадра, а дроссели видеокарты не закипали. Настройки для начала я выставил на максимум. Вам этого делать не нужно. Просто не хотелось, чтобы половина видео выглядела как говно. Первым делом заглянём в настройки Options. И обратим внимание на параметр Field of View, или угол обзора. Нам доступны значения от 65, где область видимости очень мала, до 85, где мы, як петух, можем чуть ли не за спину себе заглядывать. Этот параметр сильно влияет на FPS. 65 против 60. Однако, я всем категорически советую оставлять этот параметр на середине. Ведь для нас одинаково важны как угол зрения, так и FPS. Но вот если вы любите высокий FOF, и у вас и так достаточно FPS, то зачем вы это смотрите вообще? Хотя ладно, продолжайте, я не против. Что же касается остальных параметров, то они никак не сказываются на производительности. Но если коротко, User Interface Scale. Ползунок, меняющий размер вашего интерфейса. Снизу, отключение худа. Если вы хотите сделать скриншот или какой-нибудь интересный мувик. Отключение чата будет полезным, если вы не общаетесь с другими игроками. Банально, чтобы не отвлекаться во время игры. Ниже можно отключить зелёную полоску справа сверху. Ещё ниже, отключение отображения ников игроков. И в самом низу переключатель цензуры. Думаю, тут и так всё понятно. Переходим в раздел Graphics. Самый верхний параметр, depth of field, или же глубина резкости, совершенно не нужен подавляющему большинству игроков. Он имитирует фокус объектива, когда одни предметы выглядят нормально, а другие размыливаются, создавая красивый, но совершенно бесполезный для игры эффект. Разработчики так и пишут. Looks cool adds nothing. Ambient Occlusion, или глобальное затенение. Покажу на стуле с точёными пиками. Разницу видите сами. Дополнительные тени между объектами. Выглядят охеренно, жрут тоже прилично. Советую этот параметр настраивать в последнюю очередь, когда вы уже сможете определить, есть ли у вас запас FPS или нет. Anti-Aliacin, он же сглаживание. Есть всего три варианта этого самого сглаживания. Вот так игра выглядит вообще без него. FXAA меньше всего сглаживает картинку. SMAA, который по идее немного качественнее, но это не слишком заметно. ETSSAA, который превращает картинку в мыльцо а-ля Battleground на низком сглаживании. Последний рекомендую использовать только если вы снимаете какой-нибудь фильм. Он делает картинку очень плавной, а мыло зрители всё равно не заметит. Но вот играть стоит, либо совсем без сглаживания, либо использовать один из первых двух вариантов. Потребление ресурсов невелико, так как сглаживание говёное. Можете смело выставлять какое нужно. Следующие параметры никак не влияют на FPS, просто добавляем в игру немного синематики. High-quality bloom, Lens dirt, Sunshafts, Vignette. Включать их или нет, полностью ваше дело. Однако, если вы снимаете ролик, то они прибавят атмосферы. Размытие в движении или же Motion Blur не настолько бесполезно, как думают многие из вас. Если вы играете при стабильном FPS, то использовать его очень даже стоит, оно делает переход между кадрами не таким заметным, более плавным. Но вот если у вас мало FPS или же он часто проседает ниже 50, то обязательно отключайте этот параметр. Да, даже на 30 FPS он всё ещё кажется плавнее, чем обычная картинка, но вот при игре вы с ним моментально теряете нормальное управление. Между вами и игрой увеличивается задержка. Короче, всё просто. Мало FPS, выключайте, много FPS, пробуйте, может зайти. Sharpen, он же резкость. Крайне полезный параметр. На первый взгляд, никакой разницы, но если сравнить один кадр с резкостью, а другой без, то мы можем сразу заметить, что с включенным Sharpen объекты становятся куда чётче. А теперь прибавьте к этому абсолютно нулевое потребление ресурсов, и поймёте, что эту кнопочку стоит оставить включенной. Ниже у нас идёт параметр Graphics Quality, который является таким, вроде как самым важным, а вроде всем и на сайт на него. Если у вас низкие настройки, то выкручивать этот параметр выше единицы нет смысла. Если же у вас высокие настройки, то ставить ниже единицы – это глупо. Короче говоря, эта настройка должна соответствовать остальным вашим параметрам. Она отвечает за прорисовку теней, зданий, даже облака на высокой графике выглядят чётче. Но это всё-таки дополнительный параметр, который лишь кажется важным. Чтоб вы понимали, 90% моих видео были сняты на нулевой графике. Large Scale Occlusion. Разработчики указывают, что этот параметр добавляет затенение предметов под деревьями и постройками. Но сколько я в лупу не рассматривал, никаких различий я не нашёл. Зато нашёл вот такой скриншот, сделанный на 93-м девблоге. Короче говоря, смело отключаем этот параметр и забываем про него, как про страшный сон. А вот о чём забывать не стоит, так это о функции применения травы. Что она делает? Не поверите, мнёт траву. Как нам сообщили в одном из прошлых девблогов, эта функция совершенно не влияет на FPS. И да, так оно и есть. Оставляем и ищем самную FPS в кустиках на 30 миллисекунд быстрее. Contact Shadows. Зачем оно надо, хера узнают. Если вы снимаете видео, то эта параша превращается в плохо сваренную кашу. Если же вы не снимаете, то превращает в альфа-версию Untiornut. Вот что это такое, скажи, Гарри, нахрена здесь тень? Каскады теней. Тоже довольно интересная штука. По сути, она должна ухудшать качество теней, увеличивая производительность. Но работает это довольно странно. И самым производительным режимом является Two Cascades, или два каскада. Именно в этом режиме тени наиболее размытые, а FPS выше на 5.7 в статике. Остальное просто. Режим Focus Cates для ПК Бояр. А No Cascades укорачивает тени, при этом совсем не уделяет FPS. И зачем оно надо, собственно, непонятно. Если у вас слабый комп, включайте два каскада, если сильный – четыре. Ноль каскадов ставить вообще нет смысла. И тут мы подобрались к качеству воды. И сразу же, если у вас слабый ПК, крутите оба параметра на ноль. В остальном, вот вам сравнение. Верхний параметр на значении 1 ждёт 3-5 кадров, добавляет в воде вот такие красивые блики, если смотреть сверху. А на берегах рек появляется небольшая пенка. Если же крутим выше, честно говоря, вроде ничего особо не меняется. Чутка уменьшается FPS, да и то в пределах погрешности. Как итог, если очень хотите, ставьте единицу. Только, как по мне, лишняя. Точно так же и с отражениями. Вот только здесь потребление ресурсов куда больше. Отключая этот параметр, мы сразу получаем прибавку в 20 фпс. А картинка сразу становится похожей на минималки. Опять же, если комп на гиперпне, отключайте и не выпендривайтесь. Если хотите повыпендриваться, то не выше, чем на единичку. Лишние 5-6 фпс нам не помешают. Max Shadow Lights. Честно, я плохо разобрался, что делает данный ползунок. Но, насколько я понял, на значении 0 вы иногда сможете видеть, как костёр горит сквозь дом. А на значении 3 свет не будет проникать через стены. В любом случае, я считаю, что это не та вещь, которой стоит отдавать ресурсы компьютера. Поэтому лично я всегда её отключаю. Shader Level. Параметр, отключение которого превращает карту Барен в свежую версию копателя. Этот параметр жрёт много, но в целом любое значение выше 100 выглядит не слишком плохо. Здесь подбирайте под себя. Вот вам просто небольшое сравнение. Draw Distance. Дальность прорисовки. Всё, что вы должны знать об этом параметре. Чтобы повысить фпс, необходимо ставить его ниже 1000. Всё, что больше 1000, никакого фпс не прибавляет. Так что тут либо минимум, в таком случае вы получите плюс 5-10 фпс, либо крутите в максимум и будете видеть самолёты ещё до того, как они заспаунятся. Дистанция теней. Вполне логично, что она увеличивает либо уменьшает дистанцию отрисовки теней. На производительность влияет, но всё зависит от других ваших настроек. Покрутите, посмотрите, сами поймёте, какое значение для вас лучше всего подойдёт. А не затропная фильтрация. Разработчики указывают, что этот параметр сильно снижает производительность. Однако у меня никакой разницы в фпсе нет. Более того, ни в одной известной мне игре эта технология на производительность не влияет. Что она делает? Помогает правильно отразить объекты под большим углом. Всё сами видите. Выставляйте на 16 и кайфуйте. Рельефное текстурирование, оно же кошачья санина. Эта настройка поможет вам поднять песочек на пляже на 4 см вверх. Взамен на это схавает 6-7 фпс. Отключайте и скотчем обмотайте, чтобы случайно не включилось обратно. Переходим в последнюю категорию настроек. Производительность. Самый верхний ползунок всем предлагаю крутить на 0. Не носилайте пока, оно того не стоит. Качество частиц. Заметить разницу я смог разве что на костре в полночь. Также должно работать и на взрывах, и о зарядах, и подобных эффектах. Фпс взлет совсем немного. Если хотите, ставьте на 0. Если фпс достаточно, крутите на фул. Средний вариант тоже никто не отменял. Оставили 50 и все довольны. Качество объектов. Оно отвечает в основном за прорисовку зданий. Больше сотни рекомендую ставить только обладателям хороших пекарень. А вот выставлять ниже 30 вообще никому не советую. Только если у вас ноутбук, который за слоем пыли уже плохо заметен, а его комплектующие прогрызли караеды. Но в таком случае поздравляю, что вы вообще смогли запустить это видео. Жаль, оно вам не поможет. Качество деревьев. Все, что ниже сотни, практически не меняет фпс. Зато картинка становится куда лучше. Но если вы хотите перед друзьями поупендриваться, то будьте с этим параметром поосторожнее. Каждые дополнительные 20 единиц нанесут в вашей видеокарте по 3 ударов текстолит, а на показателе в 200 стоит уже готовиться к съемке Сбакет Херакет Компьютер Юниверс Верни Деньги За Видеокарту Мразь. Хотя я бы не отказался от расширения этого параметра хотя бы до 300. Негоже, знаете ли, когда дальние от персонажа деревья выглядят как первый рисунок однорукого младенца в Пайнте. Качество рельефа. Вот тут я немного не понял. Я пробовал крутить этот параметр на низких настройках, пробовал на ультра. Смотрел близко, смотрел издалека, но никакой разницы ни в одном тесте я не заметил. Может быть я что-то делал не так. Но тем не менее, предлагаю вам выкрутить его на всю и не трогать вообще. Видимо от этого ничего не изменится. А вот качество травы всё-таки стоит потрогать. Оно никак не влияет на текстуру самой травы, но влияет на её отрисовку на дальних дистанциях. Если вам не нужна трава на дистанции 50 метров, то смело крутите на ноль и получайте халявные 5 фпс. Декор Квалити. Судя по названию, это должна быть прорисовка каких-то мелких деталей у мебели, например. Может быть это какие-то улучшения освещения. Я даже пробовал на табличках проверить, ведь таблички это тоже декор. И знаете что? Единственная разница между Декор Квалити 100 и Декор Квалити 0, это вот эти вот травинки. Что это за грёбанный бикини-ботом, Гарри? Ты бы тогда так и назвал этот параметр. Бесполезный ползунок, который рисует вам небольшие водоросли из панчбоба. Абсолютно бесполезная функция на фпс также не особо влияет. Ну что ж, я надеюсь, что рассказал вам обо всём достаточно полно. Так, чтобы вы сами могли настроить игру под себя. Не так что? Ну вот, этот параметр выставляем примерно на 70. Так лучше всего, ну вот. Я тоже поставил на 70, поэтому ставьте так же. Если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь. На прошлом видосе мы набрали почти 3,5 тысячи лайков, чему я очень рад. Не думаю, что мы сможем повторить это и здесь, но да и фиг с ним. Ещё раз напоминаю, что я создал группу в ВК. И жду вас всех там. А ещё предлагаю посмотреть вот этот ролик, где мы с одной очень клёвой девахой Надеюсь, она не обидится, если я её так назову. Разгибали сгибы в батлграунде, попутно разговаривая о жизни. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok